Вместе с этим временем сборная России играет. Две минуты за удар соперника Клюшкой. Сейчас повнимательно посмотрим, кто это, но... А сборная Онтарио забивает вновь в большинстве. Не щадили они сборную России в неразных составах первой встречи. И вот сейчас продолжает уже линию во второй. И, кстати, счет открывает голам пауэрплея примерно... Да, тот же самый игрок. Нет, пожалуй, только одного человека мы можем назвать таковым. Это Фьюарта Перси. Ну вот, пожалуйста, 2-0, канавцы впереди. Нельзя удаляться, ни в коем разе. Видели мы это и по ходу первой встречи с Онтарио. И вот сейчас Херт подтверждает это во второй раз. Вторично Митчел Херт. Не игравший в первой встрече. Сейчас в самом начале встречи второй. Удвае преимущество команды Онтарио. Буквально прошивает он здесь защиту Павла Цучкова. И вновь не досидел наш прострафившийся игрок до двухминутной отсечки. Вновь пришлось ему покидать этот отсек досрочно. Бросок в ближний угол. Ну что, еще одно удаление. Павел Куликов. Да, зачастили прямо, скажем, игроки российской сборной. Вот сюда, пеналти-бокс. Так, посмотрим, что на этот раз. А, ну понятно. Атака игрока, не владеющего шайбой. Итак, снова канадская бригада большинства на площадке. 3-0. Да что ж ты будешь делать, а? Начало просто хуже не придумаешь. Три удаления, три шайбы. Это все первые пять с половиной минут. Очень серьезную фору сборная России дает своим соперникам. Фора, которая... Ну, очень проблематично, скажем так, отыгрывается. Почувствовать несколько больше своей внутренней свободы. И немножко больше этой свободы отвоевать у соперника. Ой, ну вот пока я все эти душевспасительные разговоры произносил, пытался подводить какую-то психологическую базу под то, что сборной России, может быть, удастся что-то выправить, что-то изменить в лучшую сторону для себя. Как тут же... Еще становится 0-4. Грег Маккет. Это он, я так понимаю. Да. Своей команды... И он как раз из той самой... Да, вот, пожалуйста, пока у нас пропадал сигнал, с горбоса забивает и пятую шайбу. Что-то как-то совсем запахло в воздухе разгромом. Причем пахнет-то он уже начиная с первых минут. Начиная, пожалуй, со второго реализованного канадского большинства. В очень глубокой психологической яме наша команда. И это несмотря на четырехдневный отдых. Несмотря на то, что вроде бы было время восстановиться и психологически, и физически, но вот... Было! Было это время и у канадцев тоже. Майкл с горбоса первый гол с... Два матча у Койбека россияне выиграли, затем два матча Антарио проиграли. Ну и потом... Потом сумели дважды победить команду западной лиги. Ну а сейчас уже шестой гол. Первый гол во втором периоде. И шестой в общем и целом в сетке ворот российской команды. Пятая минута. Вот как раз тот самый Кристиан Томас, которому я достаточно подробный. А Палькову не удалось, что я был из зоны выбросить. Вот Костенко, она отскакивает на пятачок. Потехин. Защитник бросок. Один из первых бросков. Ну так и более-менее плотно, которые пришлись на долю Андерсона. Он с ним справляется. Ну а далее, далее закрыт. Будучи своими игроками, на бросок следующий среагировать не имел никакой возможности. И наконец-то, наконец-то счет голом открыт. Желудаков. Его бросок в створ ворот Андерсон разглядеть не смог. Ну, смотрите, сначала Потехин бросает, затем Андерсон. Руку Оля Ксектя вроде бы тянет по направлению к шею. И вроде бы он ее достает, но потом выясняется, что он по ней не попадает. Чем явно озадачился уратаря, который и из-за могучей фигуры Оля Ксяка ничего не сумел разглядеть. И в то же время сам четвертый номер канадской команды никак от этой шайбы ее полету воспрепятствовать не смог. Так, ну что, тут еще и видеопросмотр потребуется. Не торопится канадский рефери шайбу защитывать. Ну, в данном случае с девятым номером на спине Райан Кэролл использует эту опцию звонок другу. Что интересно, даже в трансляциях национальных такие, не лично, не припоминаю. Я чтобы были вот такие вот видео включения из просмотровой комнаты. так смотрим, Желдаков бросает. Не совсем понятно от кого же все-таки шайба тут скачала от нашего игрока. Да, все-таки от нашего игрока. Именно поэтому рукой Алексиак пошабить не попал. Да, игры высоко поднятой клюшкой не было здесь, так что судьи, посмотрев эпизод, подтвердили правоту российского игрока в его взятии ворот. И, тем образом, еще становится 6-1. Ну, что ж, сухими не уйдут, уже хорошо. Так что сейчас разыбью еще успех. Ну, вот сейчас, например, вторая подряд шайбу влетает в канадские ворота. И явно повеселее лица российских игроков и болельщиков за расслабленность соперника наказывать нужно. Потому что ничем иным, как расслабленностью, вот этот вот отрезок у канадцев я назвать не могу. Джипианки с этим броском. Последние минуты второго периода тем временем объявлено по стадиону. На перекладную шайбу пролетает после киси броска игрока из Онтарио. Ну, вот такие вот потери, конечно, не следует, я говорю, совершать. Ну что, получится гол в раздевалку? Получается, смотрите, 3-6. Ну что ж, понятно, что тяжело, очень тяжело будет спасти этот патч, почти невозможно, но, тем не менее, то, что эта сборная не сдается, то, что эта сборная оружие не складывает, то, что эта сборная борется до конца, я думаю, что даже у канадцев вызовет уважение. Данил Апальков улетев в одиночестве к воротам соперника, пусть и преследуемый двумя канадцами, но все до конца.